В Чердоклинском районе у нас есть начальник полиции Чердоклинского района, самый главный полицейский Чердоклинского района, полковник полиции Киселёв. Этот полковник так добросовестно выполнял свои обязанности, что не постыдился избить 22-летнюю девушку. Эта девушка в дальнейшем лежала в больнице с отрясением мозга, лежала 10 дней. Мы 26 апреля решили просто провести одиночный пикет, разрешенный законом, против базы НАТО в Ульяновске. Это обернулось тем, что просто нас оттуда выкурили, можно сказать. Попросили предъявить документы. Пока я доставала из сумки паспорт, я услышала слова, как Киселёв угрожал моему товарищу, Сыраеву Ильдару, и говорил, если вы через 10 минут отсюда не свалите по-хорошему, то придётся вас по-плохому отсюда выкидывать. Эти слова я снимала на камеру. Киселёв увидел, у него такие глаза звериные были, я испугалась. Он набросился на меня, начал руки выворачивать, ударил локтём по голове, я упала. Паспорт он, можно сказать, измял скомку и засунул себе в карман. А в итоге меня судили за то, что я не предъявила паспорт. Когда мне стало плохо в РУВД, полицейские игнорировали просто мои просьбы о вызове скорой помощи. В итоге скорую меня вызвал Васю, мой товарищ Творецков. Скорая приехала, сделали два укола. Легче не стало. Держали до 9 часов вечера. Несмотря на плохое состояние, у меня просто трясло ужасно, голова болела. Они и досмотр провели, никаких причин, никаких объяснений они не давали. К чему это вообще, зачем, для чего. На суд мы поехали в 9 вечера. И с 9 вечера до половины 4 утра происходил суд. Значит, в постановлении суда было указано, что полканова Вера не предъявила паспорт полковнику Киселёву. Хотя сам полковник Киселёв даже на суде сказал, что паспорт Веры был у него в кармане. Мы не покажем вам паспорта, пока не вернёте паспорт. Да после этого как вам паспорта-то показывать? Вы что говорите? Вы отказываетесь, вы будете требовать. Нет, если вы рвёте паспорта, как я могу? Как мы можем вам предъявлять паспорта, если вы их уничтожаете? Вы о чём говорите? Кто не рвёт? Паспорт вас удалят. Паспорт верните. Верните палатку. Мы сейчас засвидетельствуем побои, а потом будем разговаривать с вами уже в другом месте. Я говорю, вверху руки крутили, паспорт отняли, цифровой 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 отняли. Начальник полиции Чернокринского района. И сломал цифровой, и не дошёл просто так, на то, что мы... Да, Боже, Галыч. Уничтожил документы и побои нанёс. Вы не врите, пожалуйста, заснято всё. Вы сказали, пожалуйста, предъявите документы. Сколько сейчас времени? Предъявите документы. Не предъявим, вы их ломаете, документы. Вы их ломаете, ломаете. Документ верните. Значит, давайте... Документ верните. Машину проследуйте. Да? Да. На каком основании? Такой стель доставления в райотдел, установление личности и цели вашего пребывания здесь. Установление личности лежит у вас в кармане. Вот, сейчас установим. Вы или не, что вы здесь делаете? Я не киноартист, меня не надо снимать. Понятно? Уберите паспорт. Уберите свой телефон. Уберите руки, руки уберите. Паспорт я вам верну. По закону мы сейчас вас доставим в райотдел и будем там разбираться со всеми с вами. По закону. По закону вы должны вести себя подобающий закон. Вы себя должны подобающе вести по закону. А мы что-то делали, мы пошли с документами. А вы начали девчонку бить. Девчонку никто не бил. Нет, вы били ее. Вот есть следы. Это я не знаю, что вы делаете. Не знаете? А кровь? Это вы тоже не знаете? Это вы сделали. Это сделали вы. Все так не отнято. То есть в тот момент, когда Киселев напал на Палканову, он выхватил у нее и паспорт, и фотокамеру. Паспорт положил себе в карман. Тем не менее, за непредъявление паспорта Палкановой вере выписали тысячу штрафа. Административное наказание. Что происходило со свидетелями данной ситуации? Значит, меня и Эльдара по статье 19.3, часть 1, осудили на трое суток лишения свободы. Также за неподчинение, за невыполнение, вернее, законных требований сотрудника полиции. Значит, Василия Дворецкова осудили штрафом на тысячу рублей. Но самое интересное было еще в том, что со мной ездила моя супруга, которая вовремя, как говорится, ушла с места событий и просто села, закрылась в моем автомобиле. Когда нас всех забрали в РУВД, моя жена оставалась на территории аэропорта, сидела в машине. К ней подошли сотрудники полиции и угрозами заставили выйти ее из автомобиля. Она вышла, подошла к полицейскому УАЗику. Ее попросили присесть в УАЗик, чтобы взять с нее объяснение. Она у них уточнила, что точно ли с меня будут брать объяснение, либо нет. Они сказали, да, мы возьмем с вас объяснение и отпустим. Тогда она вызвала такси, прям сотрудник при сотруднике полиции, села у УАЗик. В это время захлопываются двери, и мою жену везут в неизвестном направлении. Как оказалось, ее привезли в РУВД, заперли в кабинете. И говорили, пока не отдашь флешку, на которую была видеозапись, как Киселев избивает Палканова, мы тебя отсюда не выпустим. Ты же, говорит, сама понимаешь, что с тобой может здесь быть. Ну, естественно, жена меня испугалась, отдала флешку. Флешку отформатировали. Единственная видеозапись, которая осталась на видеокамере, она уже в интернете, уже месяц, как на ютубе есть. К сожалению, там нет самих кадров, как Киселев хватает Палканову, валит ее на землю, отнимает фотоаппарат с паспортом. Уголовное дело до сих пор не возбуждено. Для примера могу привести всем известный нашумешенный случай с удальцовым. Как там только подставная Анечка написала заявление, удальцову уже 25 числа будет третий суд. Почему же тогда Киселеву до сих пор не судят? Случай аналогичный. Но есть различие, что девочка Аня не лежала в больнице, а наша девочка Вера 10 дней лечилась от сотрясения мозга. И до сих пор у нее не очень хорошее состояние. 26 апреля я выезжал в Чердоклинское РВД как депутат законодательного собрания Ульяновской области. И воочию наблюдал, что там происходило. И с Верой Полкановым, и с Юрой, и с Василием, и с Игдаром Сираевым и так далее. Вообще запрещено проводить следственные действия в ночное время. Тем не менее суд проходил поздно вечером и ночью до утра. Их не волновало, как люди будут добираться домой. Надо сказать, что топчаян Анастасии Сергеевну выпустили только через 4 часа нахождения в помещении РВД, не предъявив никаких обвинений, не составив ни протокола, ничего. И более того, ее обыскали, раздев, вплоть до нижнего белья. Это творили полицейские на нашей Ульяновской земле. И это пример выпиющего безобразия и произвола. Мы обратились в правоохранительные органы, в органы прокуратуры, на предмет возбуждения уголовного дела, привлечения к ответственности вину. Ровно так же и в отношении того подполковника, который пытался отобрать 9 мая флаг, символ нашей победы, у полковника Королева Владимира Филипповича, воина-интернационалиста, бывшего заместителя начальника прославленного гвардейского танкового Ульяновского училища. Вообще с такой властью и с такой полицией мы можем далеко зайти. Их необходимо остановить, и произволу полицейскому не должно быть места.